Всем доброго времени суток. Сегодня вашему вниманию буду первый раз в жизни готовить, я в скороварке ни разу сам ничего не готовил. Вот наши, помните, российские белые с черной крышкой такой тоже. Вот это афганский казан. Как ни странно, его в интернете много и они разные литражом. Вот я буду готовить все туда накидаю, ингредиенты всякие там морковка, баклажаны, грибы, мясо. Мясо будет свинина, говядину я не купил. Разморозилась свинина. Вот с диким мясом все очень сильно так заморожено, потому что даже не разморозилась. Там у меня кабан, есть лось и оленина чуть. Но это может быть потом сделаем. Вот значит будет картошка, лук, баклажаны, мясо, грибы. Ну и все это вместе мы это забацаем и посмотрим что из этого выйдет. Я никакие специи, но специи никакой массы наливать не буду. Вот посмотрим как работают клапанки. Вот клапанки. Надеюсь что все будет работать. Не взорвусь я не должен. И они разные и кстати он может на открытом огне можно поставить его на огонь, где стоит казан. И используют этот казан тоже как и на печке готовят также на газе и как как вот все. Вот. А сейчас мы перед тем как готовить я его сейчас сполосну. Вот и начнем. А ты, белка, лежи. Балдеешь? Да? А что ты у меня косишься-то? Ой ты коза. Белка коза. Белку. А ты глазами на меня смотрят. А? Потягушки у нее. Балдеешь? Холодно на улице. Да. Морда. Так. Ну я вот сейчас готовлю аппаратуру. Я кстати в фартуке. Так. Так. Отдел фарту для такого дела. Сейчас мы его сполоснем обязательно. Тут у него прокладочка вот такая вот. Вот они все датчики. Красные там будет гореть. Вот срабатывать должно тут все пыхтеть, пищать, взрываться и так далее. Вот. Я вот сейчас сполосну обязательно. У меня губку уже под этим спинкой с фырьки. Я сейчас чуть его весь от заводской. И там весь что? Там пыль, да? Надо обязательно все это мы сейчас делаем. Красивый низ у него такой. Смотрите. Алюминиевый. Тихо. Стоим пах. Все. И сейчас будет бомба. Чуть обсохнет. Чуть все помытое. И мы все начнем сейчас. Будут приготовить ингредиенты. Все что будем закладывать в него. Но обязательно будем теперь экспериментировать много с ним. И плов, и все, и такое. Ну четверых свободно. Можно до отвала накормиться за один раз 40 минут. Около часа. И все сыты и довольны. Сейчас буду мне подготавливать. Пусть пока обсыхает. Будем укладывать все постепенно. Но я со слов как-то вот, ну, мне сказали. Я буду делать первый раз. И буду делать не, смотря, не полезу ни в интернет, никуда. Мне это не надо. Я буду, я понимаю, что такое скороварка. И утку мы тушили. И этот. Я даже курицу купил заранее, чтобы потом сделать что-то с курицей. Вот. Так что я буду, хочу экспериментировать сам. И без всяких рецептов и так далее. Ну, говеденку обязательно попробуем. Потому что говорят то, что она получается как вот тушенка. И вот, ну, вообще классно. Вот. Нету. Понравится мне. Будут когда-нибудь. Денежку куплю. Казан на 10 литров. Афганский казан. Побольше. Может быть даже и больше. Потому что цифра падает. Если 10, значит он 8. Ну, что-то такое. В литраже они немножко запутаны. Так. Ну, все. Ждем. Сейчас обсыхает. Я пойду пока порыскую, что у меня есть. Так. Сейчас я, в первую очередь, лук. Значит, замастырю. Сделаем лучок. Нарезаем лук кольцами. Так это лук, кажется, не очень получилось. Но, как говорят, что лук, когда будет вот это все делаться, готовится, его вообще не будет. Представляете? Он говорит, растворится. Вот. Нарезаем его кольцами. Без масла. Только специи. Кто любит. Ну, я специи люблю. Ну, определенные. И соль, перец. У меня сейчас все это дело не хочет. Под конец. Так. Ну, что, в принципе, для казана хватит уложить это все дело. Я надеюсь, что он уже высох. Сейчас будем укладывать в него на дно кольцами вниз туда. Закрываем дно. Наверное, лука много, наверное. Посмотрим. Получается, как подушка какой готовится. Ну, вот. Еще выберу лучше. Сюда еще положить. Хе-хе. Ну, будет вкусняшка. Ну, остальное пойдет куда-нибудь. Так. Ну, вот, в принципе. Дно уложил. Теперь надо укладывать мясо. Так. Вот мясо. Тут 800 грамм. Это лопатка. Я вот не знаю. Знаете, сказано, надо еще мясо или 800 грамм хватит. Тут даже килограмма нет. Вот. Ну, давайте. Этого хватит. Я для первого раза попробую. А там дальше уже покажет, как что. Все остальное время. И так далее. Сейчас будем нарезать. Буду нарезать кубиками. Вот такими вот. вот такими кубиками. В принципе, мне нужен сам процесс, сам вкус приготовления. Видите, отдельно не надо, оказывается, я все равно посмотрел, он чуть интернет, они персонально каждую никто не солит, не перчит по отдельности что-то именно. мяса реально не очень много. Но я могу приготовить же меньше, Вот. Сверху там что-то посыпали, насыпали, закрыли. Закрыли. Не так, верно. Надо говядину, конечно. Свинина будет готовиться еще быстрее. И так далее. Раскладываем кубиками мясо по всему Казану. Я сейчас нарежу столько, я полный делать его не буду, хотя я могу угостить своих и так далее. Так. Ну вот, в принципе, видите, да? На лук на лук уложил мясо. Вот. Теперь сейчас займемся баклажанами. Берем баклажан, помоем его. Сейчас будем его шинковать. Так. Сейчас я баклажан тоже мясо кубиками. Ну и баклажаны, я думаю, что тоже нарежем кубиками. Концы обрубили. Так. Мелкими ли большими? Ладно. Будем придерживаться определенной толщины. Какой-то пузатый большой друг. Баклажаны, если честно, резал только когда нам шашлыки делали на костре. И то я не жарил никогда их не. Они постоянно их подают, они какие-то все горелые. Сморщенные. Я думаю, что кругляшами оставлять не будем, но я сделаю мы их, если кубиками, на четыре части. Вроде как полезно. Превращается как не знаю во что он там, грибный соус, как грибы. не знаю. Подтверждать не буду. Не фанат. Не подсаживался я на такую траву. Готовлю сам это все впервые. Баклажаны эти все. Завел канал, да? Вот. Теперь начинаю экспериментировать и самому, во-первых, интересно, что получается и что выходит с этого. Так. Ну что? Тоже будем укладывать все вот это дело по кругу. Баклажанчики, да? Ух, эти баклажанчики. Я думаю, одного, хотя я два купил, но я думаю, что одного будет вполне достаточно, чтобы нам это все дело забабацать. туда, туда, по краешкам там еще, чтобы везде слой был закрытый. Мясо накрываем плотно. Слой за слоем и так далее. О! Все, не слиплись ничего. Все по раздельности и так далее. Так, я теперь сейчас морковку сделаю соломкой. Так, хочется приготовить всего уже, если все получится и будет вкусно. и так далее. Вот, я, наверное, особо мелко ничего делать не буду. слип Сейчас стыкуем. так картошка тоже помыл мне еще также вот грибы и очень с картошечкой по почищу и принципе картошечка 7 штучек я думаю что ее надо делать крупно потому что мелкой смысла нету вот таким вот я думаю что кусками на четыре части он все зависимости какая картошка я думаю что скороварки в афганском казане должно быть все целиковое получится и так далее очень вкусно также попробуем разные блюда что в казане в открытом готовится мы будем пробовать закрытом ту же шурпу тот же заяц дикое мясо да много возможностей только это пробный казан казанчик такой найти литров на 10 на 12 ускоренное еще все это приготовление это очень радует на самом деле не прям на баклажину к вам укладываю картошку как ни одному это много но я походу буду делиться картошечка тут немножко осталось в принципе без картошки-то куда-то туда клоните положить по кругу чтобы везде она была слоем везде закрыла все в принципе 7 штучек нормально до верха до самого нельзя накладывать мне нужно чтобы место было где-то кашеварится это все давление соберется это картошечка так сейчас на грей бочки грибочки я думаю тоже так вот пополам замолстаю сейчас меньше не стоит короче мне кажется туда можно экспериментировать кидать все и все будет очень вкусно в любой последовательности и можно посмотреть разные рецепты и кашу готовить и так далее я думаю что будет все очень вкусно чтобы чтобы они мне кажется караварки всегда даже при советском союзе вспомните всегда это да так вот написал комментарий мечта хозяйки до ее было не помню сколько она стоит надо мне кажется она еще есть у меня сохранилась где-то у мамы помню черные ручки черная закрутка крышка пластмасс вот такая-то вроде все порезал нет ну что не порезал значит порежется не это утку готовить надо попробовать караварки да там а как раз если саша морозов приедет вот утку приготовим либо так либо так дай бог вам вырвался своими съемками тогда так ну что посыпаем грибы вроде все порезаны засыпаем морковь чуть-чуть не понравился край морковка была треснутая так вот плохо что зелени нет у меня но так вот вот такой вид вот принимает сейчас секунду на помывку тоже кинуть острый перчик положить сверху или нет вот прям прям хочется очень хочется вот так вот принципе можно любые мне кажется овощи и так далее туда класть так перед черный молотый чуть-чуть можем паприки вот такая приправа есть ну и хватит наверно это красная паприка молотая перец черный но он не очень я вам могу сказать что почему такого перца насыпал мне не али приправа с травками оставим тут зеленушки игрушки блин у меня замороженная есть зеленушка укроп вроде но я ладно не знаю на буду не буду да есть укропчик укропчик вот хватит надо экономить это продукты туда-сюда так соли соль сейчас соли возьмем кошку соли соли у меня крупная мелкая не пользуюсь я пользуюсь вот такой вот но уже отвык от самой мелкой соли как вы думаете хватит я думаю хватит да или чуть-чуть еще вот так трохи хватит соль это яд сахар это яд все яд есть ничего нельзя короче так ну чё подумать что еще кинуть и грибы картошка немножко есть будет все очень вкусно так мясо картошка все баклажанчики ну что господа ничего не добавляю ни воды ни масла ничего вообще как мне объяснили сначала ставим на большой огонь на большой огонь закрываем вот так вот надеваем эти штуки закручиваем я думал вот этого достаточно что я крутанул ну в принципе я ничего не забыл говорят сначала надо ставить на большой огонь ставим на большой огонь как только зашипит потом ставим на самый маленький огонь и примерно 40 минут будем готовить так ну да ну что пусть как только зашипит все я убавляю на томление вот будем ждем море погоды а п снял 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 сразу практически уже я хочу положить помидорки нарезать вот чуть-чуть сверху вот что забыл то забыл я уже все убрал ну сейчас я порежу помидорку хотя бы одну вот сейчас помидорку вот на веточке специально взял и вот думаю что я забыл забыл да конечно купил уже специально помидорку и вот он у меня острый не даже не продается это я уже класть не буду попка так ну что сада товарищи блин как все чуть-чуть нюанс поправочка поправочка господа поправочка вот теперь я уложил все закрываем обратно чтобы клапаны стоя с той стороны были так вот так вот теперь ставим ну бывает что подзабыл я ну погнали теперь точно ждем да да сам хочу посмотреть прикинь какая утка может там получиться за час за полтора она будет разваливаться дикая утка скороварки да она будет прям не жесткая и мясо дикое всегда можно приготовить такое вкусное его можно брать с собой на костре поставить до музыка птицы на костре а вот так вот казальчик чтобы не щиток опустить как будто да там чик и все и она быстро приготовиться на природе то уже зайца приготовить что-то еще от можем брать и в походы в карелию можно на охоту но он есть и меньше и больше как взял 12 литров ухо всех накормил сразу быстро вкусно и полезно прошло несколько минут и он уже начал слышите свистеть пока трогать не будут ну и пусть готовится как зашипит засвистит выключу но нам нем на малый огонь поставлю вот такие дела готовим в казане в афганском ухо все лежишь а мордаха так ну чё он зашипел шипит шипит ставлю газ на спокойный уравновешенный и пусть томится ну минут сорок учить того что до этого стояла минут 20 на сильном огне зашипело и выключим я время засек ждем теперь время я открою посмотрим что там приготовиться так ну что час прошел ау страшное дело я выключаю прошел ровно час ну все собакам там размораживается и следующим кормежка варешка будет все я выключил раз ну и надо чтобы она постояла где-то 15-15-20 минут и так далее и и да и 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 потягушки то ой какие потягушки капитата морда шипит 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 короче я забыл чесночка еще положить может был чесночка был вообще ароматище ну пусть стоит еще пусть стоит пусть стоит а белкушка пусть лежит до мартин еще один сам себе господин да заживая чуть зарастает чума маленькая да плюшевая нюша к ворозу прячет морду то под хвост морозы идут собаки сразу видно ты давай перемещать мне как там будет ложиться так ну что беру казан горячая клапана два ну давление нету опа прокладка обстоит как упала все как осталось это здесь обратно сюда и как вот все я как бы кушать то не все наверно с бульончиком ну чуть-чуть то надо положить да правильно небольшой сейчас тарелочку с бульончиком мясо картошечка запах стоит обалденный вообще вкуснотища тушил час тут баклажаны но все видели ох там вкуснотища я думаю что закрою интересно тепло долго будет держать если закрыть жар долго будет стоять до утра нет ну вот такое блюдо картошка с мясом вот единственное что картошка почему так цвет поменяла солененькая мясо конечно сейчас попробуем мясо тает во рту все очень вкусно все реально вот ну вот так вот короче всем приятного аппетита спасибо что посмотрели буду экспериментировать дальше что-нибудь муж какой из капусты там сплав можно приготовить что-то буду пробовать на так вот тушеная картошка с мясом с овощами в афганском в афганском казане очень мне кажется даже вкусно не все это ясно и понятно учусь сейчас придраконись как говорится набирает все увидимся на канал спасибо что посмотрели всем приятного аппетита всем здоровья счастья берегите увидимся а если нет сейчас обратно это не знаю съем я на не съем это все все всем пока пока